Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, дорогие друзья, всем привет! И сегодня я вам покажу топ-3 смартфона, которые выбрали пользователи. Это реальные люди, которые ими пользовались и юзали уже достаточно давно эти телефончики. Итак, поехали! Так, на третьем месте у нас пока оказался One Plus 3. Так как здесь отзывов сейчас пока немного, но оценок я его хочу здесь уже даже 245. Аппаратик, в принципе, у нас неплохой. Технические характеристики у него, значит, такие. Так, модель у нас в третьем год. Выпуск у нас 2016, стоит на нем Android 6.0. И батарейка емкостью 3000 мАч. Говорит у нас так. 152,7 по высоте, 74,7 ширина, 7,35 толщина аппарата, вес 158 граммов. Процессор у нас здесь Qualcomm Snapdragon 820. Довольно мощный процессор с тактовой частотой 2,2 гигагерца. Оперативная память 6000 мегабайт, то есть 6 гигов оперативы, это очень много. А на сегодняшний момент это один из немногих аппаратов, который владеет таким количеством оперативной памяти. Встроенная память 64 гигабайта, что вполне неплохо. Это такой уже должен быть, как говорится, стандарт 64, хватает на все про все. Коммуникации. Так, тут у нас G7, конечно же, он все поддерживает. LTE, вот у нас LTE частоты. Вот такие вот. Так, что тут у нас еще? Так, Wi-Fi, понятное дело. Bluetooth у нас 4.2. Мультимедийные возможности. Так, у нас тут, что тут у нас с мультимедиа. Экран 5,5 дюймов. Разрешение Full HD. Тип экрана Super AMOLED. AMOLED это очень неплохо. Я лично люблю экраны AMOLED. Видеоускоритель Adreno 530. Камера у него 16 мегапикселей. Автофокус есть. Вспышка есть у него. Камера. Так, спереди на 8 мегапикселей. Динамик у него A1. Моно стоит. Выход наушников 3,5 мм. Разъем. И так, у него здесь есть FM-радио. G-сенсор. Гироскоп. Датчик освещенности. Датчик приближения. Цифровой компас. Управление. И вот. Так, ну это нам все в принципе не надо. Главное здесь, что стоит очень современный и удобный разъем Type-C. USB-хост. Вот уже есть. Вот такой вот у нас телефончик, собственно. И так, на втором месте у нас Xiaomi Mi 5. Вот здесь у нас уже 15 отзывов на этот телефон. И отметок, я его хочу, аж 1291. Просто одна неплохо. Очень даже неплохо. И неудивительно. Потому что аппаратик выглядит в принципе очень даже хорошо. Так красиво выглядит. Вот. И технические характеристики у него здесь. Сейчас мы посмотрим. Так. Xiaomi Mi 5. Mi 5 Pro и Mi 5 Prime. Это у нас три модификации, в которых он выпускается. Год выпуска у нас, конечно же, 2016. И как и положено, Android 6 стоит. Емкость батареи 3000 мА. OnePlus 3 тоже 3000 мАч. Так, габариты у него 144,5 мА по высоте. 69,2 мА по ширине. 7,25 мА толщина. Ну, толщина у них одинаковая. Почти. То есть 7,35 мА, а здесь 7,25 мА. А по высоте, вон, плюс 3, конечно, больше. И по ширине тоже. При том, что диагональ экрана у них тут, походу, почти... А, нет, разная. Разная диагональ экрана. У них здесь 5,15 мА, здесь 5,5 мА. Кажется, да? Да, 5,5 мА. Вот так вот. Так что оперативные памяти здесь... Это самая младшая версия, кстати. Вот, 3 гигабайта оперативки здесь. И в самой максимальной версии 4 гигабайта оперативной памяти. Аж на 2 гига меньше, чем у OnePlus 3. Хотя, исходя из их стоимости, в принципе, они из одной ценовой категории. Я бы, наверное, все же на первое... Вернее, на второе место поставил OnePlus 3. Так как здесь аж 6 гигабайт оперативной памяти на 2 гига больше. Вот. Ну и процессор, конечно, с частотой повыше. Здесь Qualcomm Snapdragon 820. Младшая версия имеет частоту процессора 1,8 гигагерца. Вот. Так. И 32 встроенной памяти. Потом идет 128 и 64 гигабайта. Так. Телефон. Здесь у нас связи LTE. Так. Частоты все нам необходимые. Bluetooth 4.1. Так. Это нам тоже нужно. Здесь поддержка двух сим-карт идет, как всегда. Так. Разрешение экрана Full HD. Здесь IPS-матрица с плюсиком. Вот. Adreno 530 видеоускоритель. Камера тоже 16 мегапикселей. Автофокус. Вспышка. Все это, конечно же, есть. Камера спереди на 4 мегапикселя. Так. На... 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 Всевозможное у нас здесь герцклоп, датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор. Это нам тоже не надо. Ну и здесь, конечно же, USB Type-C, USB Host, OTG. Это очень хорошо. Все это имеется. Особенности. Так. Быстрая зарядка 3.0. У него здесь есть. Это очень неплохо. Керамическая задняя сторона. Кьюча, 2.0. Так. А что у этого из особенностей? А у этого из особенностей ничего нет. Ну, в принципе, думаю, 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 пока заслужены. У Mi 5 второе место. Вот за счет ускоренной зарядки. Я не знаю, там на One Plus 3 есть оно или нет. Ну, потом можете посмотреть. Вот отзывов у нас здесь. Тила купа. Общая оценка 8. Экран у нас здесь отлично. Камера отлично. Удорство ПРО хорошо. Так. Время работы тоже хорошо. Дизайн отлично. Качество изготовления отлично. Размер и вес отлично. Так. Тут в основном все десятки стоят. Один даже четверочку послал. Сейчас мы зачитаем комментарий. Я не знаю, что вы в нем нахваливаете. Правда. Все танцы с прошивками. Это одища. Куча проблем с ПО. Огромная куча. Для него владел айфонами. От Js до шестерки. 6s, HTC One, M7, M8, Nexus 456 и Moto. Nexus 6P, Nexus 5. И с айфонами в сравнении никакое не идет. Никак. HTC One даже по удобству использования. Ну, честно сказать, я от человека немножко понять могу. Потому что, видимо, он заказывал китайскую. Эту самую с китайской прошивочкой. Очень плохую, которую обычно китайцы заливают. Ломаную. Вот. И лучше брать, конечно же, с оригинальной прошивкой. Там багов явно не будет. Потому что оригинальная есть оригинальная. А всякие сборки, которые они там заливают. Это все полная фигня. Я тоже заказывал себе телефончик и все равно перепрошивал его. И с нормальной официальной прошивкой никаких проблем не было вообще. Поэтому заливайте нормальную прошивочку у него. Сам телефон по характеристикам очень даже отличный. И так, и что же у нас на первом месте? А на первом месте у нас тут Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Он набрал аж девяточку. Ну да, несмотря на то, что этот телефончик, скажем, полегче будет по характеристикам, чем остальные. Но где-то у него есть и свои преимущества. И сейчас мы их посмотрим. И тут отметок нравится аж 1178. Ну, в Mi 5, конечно, больше. Ну и Redmi Pro, он как бы дешевле. И я думаю, что по производительности пусть будет немножко пониже, но не намного-то и хуже будет. И вот такие вот у него здесь характеристики. Тут у него Android 5.1 или шестерка стоит. Емкость аккумулятора 4000 мА. Это очень большой плюс. Габариты у него 76 по ширине, 150 ровно по высоте и 8,65 толщина. Вес 164 грамм. Так, процессор у него Qualcomm Snapdragon 650 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Так, это походу 8-ядерный процессор. Младшая версия имеет 2 ГБ оперативной памяти. Старшая версия 3 ГБ оперативной памяти. И встроенная 16 или 32. Ну, конечно, маловато. Телефон. Так, тут у нас связи, как всегда, всевозможные. Bluetooth 4.1, Wi-Fi. Это все нам понятно. Поддержка двух сим-карты. Так, размер экрана 5,5 дюймов. Разрешение экрана Full HD. Тип матрицы APS. Видеоскоритель Adreno 530. То есть 510, извините. Так, а в этих у нас здесь Adreno тоже. Так, стоит Adreno 530 и 510. Ну, ненамного-то и хуже. Вот, здесь тоже Adreno 530 стоит. Камера на 16 Мп. Автофокус, все дела. Передняя камера 5 Мп. Выход под наушники 3,5 мм. FM-радио, G-сенсор, гироспок, датчик освещенности, датчик приближения. Ну, и все как обычно, собственно. Так, особенности. Поддержка двух сим-карт. Ну, это не особо-то и особенность, потому что предыдущие аппараты тоже две сим-карты поддерживают. Один из сотов комбинированный. Так, датчик холла есть. Так, USB здесь обычный. Type-C здесь нет. У него здесь от RG, конечно же, поддерживает. MicroSD-карты, все дела. Вот такие вот у нас аппаратики, ребятки. На первом месте у нас Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Его больше всего люди хотят. То есть, и, соответственно, конечно, больше людей его уже протестировало. А если так много, скажем, довольных, значит аппаратик можно брать. То есть, этой модельке можно доверять. Потому что я уже знаю случаи, когда Mi 5 у людей ломался. И это не единичный случай. Очень частенько так бывало. Вырубало его. Вот. И проблемы там, в основном, с процессором. Вот. Насчет OnePlus 3 не скажу. Ну, вроде как, были и позитивные отзывы. Много позитивных отзывов видел. Ну, сейчас мы тут один даже отзыв зачитаем. Так, до этого аппарат владел... Аппарат владел Motorola X. Аппарат отличный, но время берет свое. И тормоза, и глюки утомили. Захотелось более быстрый современный аппарат. Выбрал OnePlus 3. По размеру и дизайну, но с очень похож с iPhone 6+. Плюс симпатичная цена, отличная поддержка софта к производителям и отзывам. Так, че? Непонятно. В общем, ну, короче, такой обычный отзыв. А отметок пока здесь особо-то и нету. Вот. Ну, ничего. Со временем, я думаю, появится. Мы посмотрим. Redmi Note 3 Pro. У нас здесь 46 отзывов. И так. По экрану у нас здесь отлично. Камера хорошо. Удобство ПО хорошо. Время работы отлично. Ну, конечно же, там же большая батарея. Если дизайн у нас здесь отлично. Качество изготовления хорошо. Размер и вес отлично. И сейчас мы зачитаем, может, даже пару комментариев. Посмотрим здесь. Найдем один негативный. Так. Вот он у нас. Сейчас мы его зачитаем. Все было бы очень даже неплохо. Неделю просто был счастлив пока. Ни с того, ни с сего перестал работать экран. Телефон разблокируется с отпечаткой, с кнопки. Но на прикосновение к экрану не реагирует. Не позвонить, не ответить. Печаль, беда. Ну, возможно, у человека сдох тачскрин. Или что-то софтовое, программное. Это, опять же, возможно, китайцы ему прислали с плохой прошивкой телефон. Или же в дороге он мог где-то того чуть-чуть повредиться. А потом, просто, как говорится, уже дело времени. То есть, что-то где-то треснуло, шлейф, там еще что-нибудь. Так что, это нужно разбираться. То есть, нести в сервис куда-нибудь, чтобы они его там смотрели, разбирали. Вот. И посмотрим тут еще у нас какой-нибудь хороший вот тут. Так. Заказывал телефон с Али. Пришел с задержкой. Но целый. С ним все в порядке. Телефон очень хорош. Все устраивает. Так. Громкий внешний динамик. Хорошая камера. Не особо сильно греется. Не троллится. Но есть пара минусов. Через некоторое время начал хрустеть нижняя пластиковая накладка, которая под динамикой. Ну, с накладочками, конечно. Пластикой. Нужно быть осторожным. Да и вообще, как человек пользовался им, тоже неизвестно. Надо бы писать. Сейчас мы найдем лучший. Тут мы поищем отзыв с наивысшей, скажем, оценкой. Так. Где тут наивысшую оценку нам поставили? Народус. Народус голосует. И сейчас мы глянем. Тут, конечно, и негативных оценок очень много. Ну, я тут не нахожу таких нормальных, чтобы можно было посмотреть. Ну, так. Пока, пока ничего такого нет. Так что будем еще немножко подождать, чтобы найти наиболее, скажем, подходящий отзыв. Так, ну, тут есть вот неплохой, с неплохим показателем. 29. Здесь посчитали, что отзыв полезен. 17. Нет. На мой взгляд, лучшее решение по цене и качеству в первом полугодии 2016 года. Крайне мощная начинка, умеренная цена. Отдельно отмечу MIUI, как систему, которая вобрала в себя лучшее, что есть от iOS и Android. Ну, возможно, возможно. Так, ну, вот такие вот, в принципе, у нас отзывы. Так, обсуждение у нас здесь, публикации, прошивки. Вот, снова характеристики. Вот так вот у нас на первом месте вот такой вот телефончик. Не самый дорогой, скажем, из среднего ценового сегмента. И он оказался на первом месте. Такой народный любимчик. Вот здесь больше всего отзывов. Вот так как больше всего народа его получило, соответственно, и больше оценок зимы поставили. Надежность у него выше всего остального. Ну, конечно же, по начинке вот эти вот два предыдущих будут покруче. Но по надежности Xiaomi Redmi Note 3 Pro и по доступности оказался на первом месте. Вот такой вот у нас очень неплохой аппаратик. Так что к народу стоит прислушиваться. Особенно, когда уже столько народа его проюзывало, протестировало. Значит, можно этому телефончику доверять и можно брать. Вот такие вот у нас дела, ребятки. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok